В круге света. Здравствуйте, да, действительно, это программа в круге света. Сегодня я одна, без Юрия Георгиевича, зовут меня Светлана Сорокина. Говорим мы сегодня о 100 днях президента Трампа. Тема простая и ясная. Только что, вот только что 100 дней президентства нового президента, простите, эту автологию, Соединенных Штатов Америки. И здесь у меня в студии Владимир Сухой, журналист, американец. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. И рассчитываю, что вот-вот должен подойти к нам в студию Федор Лукьянов, глава Совета по внешнеоборонной политике Российской Федерации. И тогда мы уже и в его компании продолжим этот разговор. Ну, кстати говоря, сегодняшний информационный повод – это разговор Трампа с Владимиром Путиным, который заявлен, подтвержден и, видимо, чуть позже состоится, пока информации нет. Владимир, ну вот, прежде чем мы будем подводить итоги 100 дней президента Трампа, какие ожидания от разговора, который должен состояться? О чем этот разговор может быть? Я все-таки думаю, что предпринимаются какие-то усилия. Какая-то встреча должна все-таки до июля состояться, как мне кажется. Этот разговор в цепи этих усилий. Ну, накопилось всего, все-таки там был удар по Сирии, да, какие-то были противоречия, да, они, собственно говоря, никуда и не делись. Ну, и как бы 100 дней, хотя Трамп сказал, что неизвестно, кто это придумал и зачем это придумал, искусственная дата, какая-то искусственная веха. Ну, мы все привыкли, и Путин тоже все-таки, наверное, привык, что это веха поздравить как-то, да, воспользоваться этой возможностью. Может быть, встречные какие-то. Честно говоря, сейчас все так делается. Мы уже не раз говорили, что даже мы, специалисты, мы вообще ничего не знаем. Вот что там вот варится. Это раньше были какие-то утечки, там, куда-то кто-то собирался на какие-то штурмы. А теперь ждем, когда сообщат информационные агентства. Я приветствую, наконец, Федора Лукьянова, главу Совета по внешнеоборонной политике Российской Федерации. Здравствуйте, Федор. Это мы пофантазировали, о чем бы мог быть разговор сегодняшней телефонной Трампа с Путиным. Но здесь, наверное, добавить нечего, никто ничего не знает, о чем этот разговор будет. Ждем, да? Ну, нет, а с другой стороны, понятно, круг чем-то понятен. А уж как он сложится, Трамп интересный феномен. Он, с одной стороны, все его считают непредсказуемым. А с другой стороны, на мой взгляд, он как раз очень последовательный. То есть, проследить его книги, высказывания, интервью не за последний год-полтора, а так с 80-х. Очень целостный человек. Мировоззрение не меняется. Оно абсолютно твердое. Интервью знаменитое. Сейчас многие его цитируют. На 90-го года журнал «Плейбой». Действительно очень хорошее. Такое портретное большое интервью. Там все то же самое. Вот он говорит ровно то же, что сейчас и прошло между тем 27 лет. То есть, в этом плане, я бы не сказал, что он непредсказуемый. Просто надо понимать правильно, что именно в его характере является константой, а что является наносным. Вот его политические взгляды, там, Сирия туда, Сирия сюда, это как раз для него абсолютно. Можно так, можно сяк. А то, что, допустим, там, Америка должна всем показать, кто главный, и кто, значит, босс, и проявить силу, вот это не меняется. Он еще в 90-м году говорит, что Америка слишком слабая. Вот Буш хороший мужик, но слабый, слабоват. Ну, уж про Обаму-то, что он говорил, это известно. Поэтому он как раз, в общем, такой человек достаточно линейный. Слушайте, что бы он ни говорил про свои 100 дней, что это придуманные даты и прочее, но в воскресенье в Пенсильвании, выступая на митинге своих сторонников, Трамп назвал свои первые 100 дней самыми успешными 100 днями в истории страны. А что он имел в виду? Сказал, что это очень волнующие, очень продуктивные 100 дней были. То есть, как-то отметился. То есть, он доволен своим вхождением во власть? Ну, это вот какая-то такая, самоуговоры какие-то, по-моему. Потому что, ну, понятно, рейтинги он не признает. Да, самый провальный президент, самая провальная сторона. Рейтинги не важны, это правда. Ну, это да, это ничего не говорит. Да, пресса никуда не годная, поэтому все, что она пишет, неправильно. Зато там 500 этих самых рассказываний в Твиттере. Да, 500. А там Басфит назвал, да, 100 самых лживых высказываний Трампа за 100 дней. Вот. Он назвал вот что. Вот назначение Верховного Судя. Это большое достижение за 100 дней. Это его обязанность президента заполнить вакансию, да. Вот. Назвал всякие там достижения в области рабочих мест. Ну, вот он что сказал. Вот вы знаете, вы знаете, вот все забыли, что есть такое слово шахтеры. А мы должны заботиться об этих шахтерах, о наших шахтерах. Мы любим наших шахтеров. И сказал, что он создал немыслимое количество рабочих мест. Чуть ли не 600 тысяч. Действительно, по статистике там 533 тысячи. Но дело в том, что из этих 533 тысяч рабочих мест новых 216 в январе, когда он вообще никакого отношения не имел. Вот 210 в феврале, когда он наполовину что-то имел. И только 98 тысяч в марте, когда он уже как бы действительно был настоящим президентом. И так все это вот, все, что он называет, оно как бы частично, как бы, ну, я бы сказал, что все-таки там Трамп столкнулся с реальностью и пока побеждает реальность. И, кстати говоря, в интервью он сказал, что он не думал, что это будет так трудно. Так трудно, да. Пожаловался. А что же он ощущал? Как же он себе это представлял? Что это будет легко? Хотя всегда он говорил в предвыборную кампанию, что это как бы элементарно. Работа президента... Это опять актерство? Или он действительно не предполагал, насколько трудна работа президента? Мне кажется, он не собирался быть президентом. Он не ожидал этого. Вот все-таки так. Он не ожидал, и, ну, собственно, никто не ожидал. И когда... Ага, телефон, если у кого-то не выключен, то лучше... Когда оказалось вот такой результат, он стал сюрпризом для всех, но прежде всего для него самого. И тут-то вот этот переходный, ну, переход власти от одной администрации к другой. Ведь у каждого кандидата, который всерьез готовится занять пост, есть готовая команда, которая тут же приходит и начинает брать, так сказать, документы. Ну, в общем, переходить. А у него раз не было. Ну, не собирался. Так до сих пор он не заполнен. Вот, вот смотрите. Он обещал, что его действия будут радикально отличаться от действий его предшественников, потому что он не является частью коррумпированного политического эстеблишмента и так далее. То, с чем он вот шел, чем нравился, да, действительно совсем другой. Но команды и правда не было. И действительно до сих пор еще масса вакансий. Вот сегодня все-таки можно говорить о том, что какую-то команду он сложил? И что это за команда? Потому что ощущение самое разное тех людей, которых он ставил на те или иные посты или убирал с тех или иных постов. Мне не кажется. У меня нет впечатления, что вот он привел какую-то цельную команду. Ну, не привел, набрал. Ну, набрал. Рекрутировал. Рекрутировал. Все на живую нитку. Вот так. Какие-то советы, какие-то звонки, какие-то пожелания. Что-то он принимал, что-то не принимал. С Флином история вообще там вопиющая. Поскольку как бы он там был снят с треском в Пентагоне с должности последней. И как бы допуск к секретным документам был только до января нынешнего года. И Трамп об этом все знал. И тем не менее сделал вид, что он это все, как бы ему на это, вот, нет до этого никакого дела. Он его назначил. И теперь все все равно это вешает на Обаму. Да, очень гордится, что он подписал там 30 указов за 100 дней вместо 19, которые подписал Обама. А до этого он критиковал Обаму и говорил, что невозможно управлять такой страной, как Америка, с помощью указов и распоряжений. Ну, сейчас про указы и распоряжения поговорим. Я вот, Федора, хочу про команду спросить. Что сегодня можно сказать о команде Трампа? Мне кажется, что команда у него... Не команда. Команда имеется в виду, когда говорим команду, мы имеем в виду какую-то группу единомышленников, которая вот готовилась. Опять-таки, этого не было. Но группа людей, которые вокруг него, как раз мне кажется, что она постепенно кристаллизуется. И типаж этих людей очень любопытный. Он совсем не такой, естественно, как у Обама. Да и вообще довольно ярко выраженные товарищи. Причем есть два типажа доминирующих. Один – это военные пожилые, но довольно специфические. Спецназ в основном. То есть, люди с сознанием не просто военнослужащих, а еще и выполнения каких-то спецопераций. И бизнес. Крупный бизнес. Но тоже бизнес не, скажем так, не Майкрософт. И даже не Джейнерал Электрик. А, собственно говоря, кто такой Трамп? Трамп же, да, он бизнесмен, но это очень специфический жанр. Риал-эстейт, значит, недвижимость. Это же в любой стране, и в нашей, и в Америке, это крайне своеобразная психология. О чем, кстати, он всегда говорил сам. Это давление, это шантаж, это, в общем-то, блеф. И так далее. Поэтому, и те, кто с ним, ну, не все из недвижимости, конечно, но это бизнесмены довольно жесткого типа. Собственно, Тиллерсон кто такой? Тиллерсон возглавлял крупнейшую в мире очень агрессивно настроенную нефтяную компанию, которая вот переговоры все ведет, ну, как сказать, с позиции силы. И Трамп сам, вот его толкование дипломатии, ну, дипломатия для него вообще вещь такая, видимо, несуществующая, но когда он давно еще во всяких этих своих книгах, допустим, описывал свой бизнес-подход, который никуда не делался, естественно, это часть его психологии, что-то для него нет компромисса. У него, в его понимании, договоренность, это не сделка, вот сделка, он все время говорит про сделки. Сделка это на каких условиях вы примете мои условия? И, собственно, мне кажется, в международных отношениях он полагает, что можно руководствоваться тем же самым. И надо сказать, что пока, вот мы, конечно, много чего о нем можем плохого, но вот этот удар по Сирии, допустим, удар своеобразный, то есть он не имел никакой цели, он не имел никакой цели, кроме демонстрации силы. Но вот как только он проявил эту силу, дальше непонятно, что делать. Что там в Сирии, зачем? Там никакой нет идеи, и Тилерсон приезжал, ничего объяснить не смог. Но Америке это понравилось. Америке это понравилось. И союзники всей Америки, которые стасковались по мужскому плечу крепкому, вдруг сказали, ну, слава богу, лидерство проявили. Турки, которые до этого три месяца в астанинский процесс сыграли, тут же вспомнили, что Асад должен уйти и так далее. И выясняется, что работает это. Ну, так от этого чего? Свет, я хотел бы добавить по команде буквально несколько слов. Вот я согласен, да, престарелые в основном основные генералы. Но ястребы. И ястребы. Две, две. И молодые, молодые, неопытные родственники. Вот команда, да? Родственники. Вот. И, ну, такого не было все-таки давно в Америке, да? А можно все-таки сказать, что система все-таки несколько обламывает? Ведь есть же система, да, вот этих самых сдержек и противовесов, есть выстроенные институты. Америка это не какая-нибудь страна, где нет этих самых институтов. Можно считать, что все-таки его обламывает система и как-то встраивает? Или нет? Безусловно, по всем линиям. Ну, Обама, как я, это самый яркий пример, когда он не смог. Три указа по иммигрантам и мусульманам все как бы не действуют. Да, что касается там Green Fund, этого зеленого фонда ООН, где он говорит, это все полная чепуха, не будем мы в этом участвовать, 3 миллиона не дадим, но все равно как бы Штаты продолжают платить, потому что нужно это оформить через Конгресс и так далее. Он везде на это натыкается, возмущается, плюется, ругается. Ну, ничего сделать не может. А что может вообще президент Америки? Вот взял тамагавки, то он смог запулить. Это может. Во внешней политике вообще президент обладает довольно широкими полномочиями, хотя не во всем. Но я бы вообще, мы как-то так уже его хороним сходу, я бы его не недооценивал. Потому что Трамп человек своеобразный. Он действительно нарвался на то, к чему совершенно не был готов, как выясняется. Вот как Владимир Владимирович говорит, ключевые направления. Вот главное, что он хотел сделать с этими реформами здравоохранения и с мигрантами пока не прошло. Но он не дурак. Он учится. Он учится. Я думаю, что и команда будет меняться. Я как раз хочу сказать, что он очень витальный. Это такое модное слово. Он тефлоновый. Он супертефлоновый вообще-то. Он выживет. Он все преодолеет. Мне только здесь непонятно. Вот Федор сказал, что он довольно цельный человек. И его взгляды прослеживались еще в 90-м году. И в этом смысле мало что поменялось. И мне интересно, насколько вот этот цельный, абсолютно сделанный, очень взрослый человек, насколько он сможет меняться по необходимости. Я думаю, что мировоззрения нет, конечно, уже в таком возрасте не меняют. А вот тактически вполне он все-таки... Обучаемый? Ну, бизнес же невозможно вести как топор. То есть, ты должен приспосабливаться к обстоятельствам. И Трамп, который, опять же, его бизнес, таланты, судя по многочисленным публикациям, сильно преувеличены. Он спотыкался, падал и вообще чуть ли не банкротился неоднократно. И начинал с нуля. Но тем не менее. Он же дошел до этого состояния и создал вокруг себя имидж, который во многом помог выиграть. Так что я бы его подождал списывать. Нет, ну кто же его списывает? Это он есть, видимо... Ну, бизнес таланты преувеличены все-таки. Он, конечно, человек необычный на политической арене. Но я вот пытался проследить какие-то его успехи серьезные. Он фактически умел подбирать себе людей, подбирать менеджеров. Он сам как бы... Его таланты состояли в том, что он приезжал в любой американский город и мог убедить мэра и губернатора в том, что нужно построить очередную Трамп Тауэр. И он успешен был в этом просто безгранично. Но это специфический вид деятельности. Но это тоже нужно уметь. Я, кстати говоря, давно заметила, что часто люди, которые занимаются бизнесом, особенно большим бизнесом, успешным бизнесом, им почему-то кажется, что с этими же подходами можно действовать и в политике. В России было несколько человек, которые на этом сильно погорели. Которые на этом сильно погорели. А были уверены. И действительно, я понимаю, им казалось, что если уж они такие дела ворочали, то чего же не сделать в таком специфическом и вроде бы как со стороны кажется простом деле. Ну, Трамп еще, он не только бизнесмен, он все равно шоумен. Он, конечно, умеет. У него есть вот это чувство. И когда он вел компанию, вот со стороны смотрят, ну, кошмар. Вот эти заявления совершенно чумовые, там, рушащие любые каноны и табу. Ну, сработало же. То есть, он вот это чувство у него есть, что кому сказать и где та грань, которая на самом деле не грань. Впервые ругань стала частью политики. И ругань это возымело успеха. И это феномен, безусловно. Ну, да. Слушайте, я хотела сказать. Да, мы уже упоминали, что не прошла его, не прошла отмена Обама Кеа. И хотя с этим он шел, собственно, и на выборах. Один из известных его, так сказать, известных заявлений было. И не получилось с иммигрантскими указами. И со стеной тоже он был ненужен был снять сейчас. Да. Кстати, это интересно. Мы, конечно, с большим любопытством наблюдали, как судьи задробили принятые президентом, подписанные президентом указы. Это, конечно, уникальная была история. Представить, что наш какой-нибудь, не знаю, там... В Урюпинске. Какой город взять, да, судья из, не знаю, не будем про Урюпинск, но судья, не знаю, там Нижнего Новгорода взял и наложил вето там, да, на такое решение президентское, это очень трудно. И тем не менее, не получилось. Будет ли он продолжать свою историю с вот этими иммигрантскими указами или нет? Будет. Будет, да? Конечно. Ему что, некуда деваться? Или это его убеждение? Или в чем дело? Нет, так его выбрали во многом. Из-за этого, да. И это популярная идея. А как он будет обходить? Никак. Он теперь будет работать с Конгрессом, то есть со своими сенаторами и членами Палаты представителей. А как у него в Конгрессе? Какие там расклады? Сложно. Вот сейчас он устоял еле-еле от шатдауна, да, от закрытия всех правительственных программ. До сентября одобрили бюджет временный, да. И теперь нужно, нужно это утвердить, да, новый финансовый год, вот, в Сенате. Нужно 60 голосов. У него есть 52. Это, и это тоже теоретически, это просто 52 республиканца-сенатора. Нужны 8 сенаторов-демократов. Напоминается, карточный домик. Как там добирают голоса. Наверное, идет какая-то трудная работа. Как у него, Федор, добавите что-нибудь по раскладу? Ну, он действительно столкнулся с новым родом деятельности. С чем сталкивается любой президент? Америка действительно всегда гордилась своими этими сдержками и противовесами. Это всегда суть была. Которые вот в последние годы стали возникать вопросы вообще, это еще работает или нет. Потому, что вот эта поляризация, которая началась задолго до Трампа, еще при Буше, да при Клинтоне, собственно, тогда уже был вот этот вот клинч пошел. Да, да, да. И Трампу придется применять вот свои эти хваленые таланты, о которых все время говорят, что он умеет заключать сделки не только с Путиным там или, не знаю, Меркель, а вот внутри. Вот что, на мой взгляд, если уж говорить о итогах ста дней, что проявилось очень четко, и я думаю, это один из главных действительно рейтмотивов, от которого он не отступит, это как, конечно, он хочет пересмотреть принципы международной торговли. Ну, вот его главное направление удара – это Китай. Не потому, что ему этот коммунизм, там не коммунизм, все этому наплевать, права человека, но просто сама модель экономических отношений Китая и США, которая сложилась за многие годы и даже десятилетия, она и на чем вообще во многом базируется глобализация мировая? Она действительно имеет очень много оборотных сторон, упор на которые и позволил Трампу выиграть. То есть, он, так сказать, стал показывать людям, подчеркивать, что вот эта глобализация, она вас сделала безработными, этот весь ржавый поиск, и это его, как мне кажется, вот это его один из самых главных приоритетов, и он будет это делать. И на самом деле, он, думаю, преуспеет не потому, что он такой талантливый, а потому, что вообще мир к этому поворачивается. Трамп не причина, Трамп – продукт вот этой вот следующей фазы, когда все начинают задумываться о протекционизме в разных формах. И в этом плане он, конечно, сильно сдал назад, то есть, он начал-то с того, что он Китай решил там через колено. Это, конечно, не получится. Но то, что китайцы на самом деле не так уж себя повели круто, как думали, что сейчас они его поставят на место, не так-то они хотят конфликтовать. И я думаю, что он таки будет гнуть эту линию. А это как раз может принести ему популярность, потому что вот тут он будет очень подчеркивать. Видите, вот деньги возвращаются, производство возвращается. Тем более, он, в общем, на своей поляне. Он об этом понимает, наверное, больше, чем бы то ни было. Это Карфаген должен быть разрушен. Он как-то будет упорствовать во всех своих идеях, даже если будет терпеть поражение. Но я хотел отметить одну деталь. Он говорил, что он будет безжалостно бороться со стереотипами, с эстеблишментом, с установившимися традициями. И посмотрите, что у него выходит. У него жадные европейцы, которые не хотят платить в бюджет НАТО и прочее. У него манипуляторы китайцы, финансовые манипуляторы. У него никчемная ООН. У него какие-то абсолютно никому не нужные программы экологические и так далее. То есть, это те же стереотипы, только уже а-ля Трамп. И он истово их отстаивает. Вот что мне нравится в Трампе. Он вруша страшный. Он все переворачивает. Он приводит абсолютно несуществующие факты. Но он искренне в это верит. У него горят глаза. Он всех убеждает в том, что это так и есть. И это немыслимая какая-то вещь. То есть, понимаете, вот эти какие-то идиллии Трампа, которые столкнулись с реальностью, они же не всегда безобидные. Они иногда наивные. Но иногда они очень параноидальные. Ну, возьми ту же стену. Ну, как в 21 веке придумать, что с помощью стены можно? Я видел эту стену. Это невозможно, мне кажется. Или там идеи все. Вы имеете в виду с Мексикой? Да, с Мексикой. Ну, это же паранойя все-таки. Ну, не может президент Соединенных Штатов построить. Так и он построит. Хотя он сейчас вынужден был снять этот пункт в бюджетном. Поскольку не прошло бы. И прошло даже до сентября. Он вынужден был отказаться от этого пункта. Ему намекнули. Если он будет упорствовать, все. Ну, что делать? Тоже популярная идея. 21 век, не 21 век. Так, а стену построить в Мексико-ченоги? Стену новую строить сейчас. Да, это действительно стало модно. Да, это стало модно. Стена, это ключевое. Это новый символ. Новый символ, это правда. Слушайте, еще у него, конечно, изначально, и все эти 100 дней подтвердили, не сложились отношения со средствами массовой информации. Тут что-то меняется или по-прежнему остается на такой вот точке холодной войны? Ну, вообще, я не являюсь поклонником Трампа, но, на мой взгляд, средства массовой информации во время кампании занимали абсолютно предвзятую позицию. И, кстати говоря, это тоже было очень проявлено во время именно этих выборов. Ну, предвыборной кампании. То есть, это вот было, как это, голосуй. Ну, в общем, мы тоже переживали такие периоды в нашей истории. Да, да, да. И у Трампа есть основания, в общем, их упрекать. Я думаю, то есть, то, как он это делает, не знаю, до сих пор не было случаев, когда на Западе, особенно в Америке, кто-то объявил в войну прессе и ее выиграл. Хотя, черт его знает, сейчас уже ничего не предсказуемо. Но я думаю, что все-таки будет некоторая притирка происходить. И сейчас уже, вот, кстати говоря, возвращаясь к этому удару по Сирии, как-то очень помогло, как-то так, бальзам на сердце все пролился. Потому что средства массовой информации тоже вынуждены были как-то на это реагировать. Да, и вот, я думаю, так вот, шаг за шагом как-нибудь и помериться. И сейчас я напомню, что говорим мы сегодня о 100 днях президента Трампа. И говорим с Федором Лукьяновым, главой Совета по внешнеоборонной политике Российской Федерации, Владимиром Сухим, журналистом, американистом. А сейчас время новостей, середина часа. После этого продолжим наш разговор. Еще раз мы вас приветствуем. Здесь в студии Светлана Сорокина, Федор Лукьянов, глава Совета по внешнеоборонной политике Российской Федерации. И Владимир Сухой, журналист-американист. Говорим мы о 100 днях президента Трампа. Он только что сказал, что думал, будет легче. При этом на митинге своих сторонников только что в Геттисберге сказал, что это были самые успешные 100 дней в истории страны. Яркий персонаж, много чего говорит. И сейчас, да, я напомню, телефон для ваших смс-сообщений. Плюс 7-985-970-45-45. И я хотела завершить этот разговор про прессу. Про то, что пресса его не взлюбила изначально. Хотя неизбежно им придется как-то друг к другу приближаться и привыкать. Но Трамп оригинален еще и в том смысле, что он первый стал использовать совершенно другие возможности для общения с народонаселением. Это вот эти те самые 500 с лишним записей в Твиттере, с помощью которых он говорит о том, что делает, что чувствует и что собирается делать. И, кстати говоря, пресса использует за неимением другого очень много из этих самых твит-сообщений. Ну, так как вы думаете, с прессой тоже неизвестно, чем закончится, кто кого, что называется, победит, кто кому, что докажет? Ну, любви по-прежнему нет. С основными СМИ из Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, CNN, ABC, CBS. Основные телеканалы. Ну, его это как бы... Там его поддерживал Фокс, да? Да, Фокс-Ньюс как бы поддерживал. Ну, а Райли там как бы оскандалился. Да, был делом. Вынужден уйти. Вот, какие-то домогательства нашли. Ну, я думаю, что они действительно были. Вот. И теперь вот Симпсона создали, да? Там создатели этого мультика Симпсона. Создали специальный мультик, посвященный 100 дням. И матч Симпсон говорит, что вот у меня проблемы. Что за проблемы? Говорит, депрессанты, которые я закупил там на 4 года, вот за 100 дней, вынужден, надо все израсходовать. Вот. Так что любви нет. Я лично вот... Ну, я все-таки как-то всю жизнь в этом ворюсь. Но я не верю, что как-то вот не наладив отношения с прессой, можно управлять Америкой. Все равно это ему дорого будет стоить. Другое дело, что он, конечно, может сделать какие-то... Ну, вот он не пошел буквально там неделю назад на этот традиционный бал прессы. Но это впервые там за 20 или за 30 лет президент не пошел на эту вечеринку, на которой я не раз бывал. Это очень весело. Всегда президенты, так сказать, в поддавки играют, тоже шутят, там капустники. И не пошел. Он не пошел. Он сказал, что я с этими прессами, с этими актерами, с этими неискренними людьми не буду вообще никогда разговаривать. Никогда. Never. Сказал. Ну, не знаю. Никогда не говори никогда. Да. Мне кажется, что пока в обозримом будущем ничего как бы я не вижу. Как бы каких-то налаживаний. Он по-прежнему верит в то, что Твиттер, там, может быть, дальше там еще что-то. Инстаграм и Ватсап ему поможет общаться с американцами. И ему пресса не нужна. Я думаю, что это ошибка. Хотя, ну, опять же, мы уже несколько раз... Вот, видите как, не можем ничего уже определенно сказать. Да, в этой студии уже мы должны констатировать, что... Мы ничего не можем определенно сказать. Да, ничего. Твиттер, как? Перемогнет он прессу? Я не думаю, что он перемогнет прессу. Но вообще, мне кажется, даже вот не в американском случае, а шире гораздо. Ну, я сталкивался в Европе, в том числе в Германии. И вот недоверие к истеблишменту, которое наблюдается повсеместно сейчас, и что, собственно, и привело Трампа, и ряд других политиков вывело на верхние позиции, на прессу очень сильно распространяется. И много американцев, немцев, французов, они прессе не доверяют, считают, что пресса обслуживает интересы той самой верхушки, которая их обманывает. Или, по крайней мере, может, не обманывает сознательно, но не служит их интересам. И проявлений этого много. И я думаю, что Трамп полагает, что вот это вот прямое, ну, условно, скажем, через Твиттер и так далее, прямое общение с людьми, многих подкупает именно тем, что ему не нужны посредники, которые заведомо там коррумпированы и так далее. Не знаю, опять же, да, тут трудно сказать. Вообще, общая тенденция, все-таки, я не к тому, что надо хоронить прессу, но общая тенденция, что вот это вот распространение коммуникации любыми средствами, помимо того, что всегда было, это не остановить. И это будет все больше и больше. Может быть, Трамп, как раз, который интуицией обладает, может, он чувствует это. Занятно, да, что, опять же, столь взрослый человек так чувствует эти новые возможности, так их использует. Причем не самый молодой. В схватке с таким, казалось бы, непобедимым явлением, как там средства массовой информации в Америке. Тем не менее. Мне кажется, что сила Трампа, опять же, что привело его к победе, это фантастическое фоноберие и высокомерие, так сказать, американского, да и не только американского, вот этого вот космополитически настроенного эстеблишмента, который в какой-то момент не понял, не почувствовал, что люди перестали их воспринимать так, как они думают их воспринимать. То есть, опять же, Трамп, он просто действительно интуитивно, я думаю, это дело не в интеллекте, это интуитивно. Он это почувствовал. То же самое в Европе мы видим такие проявления, когда, значит, во время кампании в Великобритании открытым текстом практически говорилось, что за выход из Евросоюза будет только быдло голосовать тупое. Быдло обиделось, а его немало, ну, еще, или когда Хиллари Клинтон тогда, ну, это фантастическое, вот уже после Брекзита, когда она заявила, что сторонники Трампа, они убогие. Ну, что вы хотите, если ты до такой степени не понимаешь вот конъюнктуру? Ну, слушайте, хотел еще спросить о важном, о том, что имеет и к нам прямое отношение, это о ситуации в Сирии и действиям Трампа по Сирии. Ну, про томогавки мы уже упомянули. Томогавки, да. Да, 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 да. Но, тем не менее, силу показал, это был жест. А вот если в долгосрочной перспективе есть у него позиция по Сирии, и будет ли он налаживать это самое сотрудничество с Россией, о котором, в общем, говорил перед выборами? Я думаю, как раз вот этот телефонный разговор, о котором мы вначале говорили, который должен сегодня состояться, может уже в эти минуты и проходит, вот он как раз, вот и будет. Это вот тема, на которую Трамп, мне кажется, готов и хочет говорить с Россией. Потому что, думаю, что и Тилерсон, и многие другие, и его близораши... Тилерсон приехал и уехал, ничего, собственно говоря, не произошло. Я думаю, что Россия все-таки что-то понимает в Сирии, и вот отдает все-таки отчет Трамп и его команда, что они все-таки далеко и не совсем все-таки просекают эту ситуацию. И у них нет стратегии, как мне кажется, ни в Пентагоне, ни в Газдепе, ни в администрации президента. И не потому, что там как бы, да, вот нужно там отдать дань России. Ну, просто вот, мне кажется, сейчас принято решение... Ну, а у России стратегия какая? Ну, ее нет, естественно, но с Россией можно договариваться как-то о каких-то совместных шагах. Нет, я сказал, что у России стратегию можно там оспаривать, но она как раз более четкая. Мы поддерживаем АСАД. Ну, если так, да. АСАД там по целому ряду причин у нас искренне считают, что любая власть, вот хоть такая, хоть сякая, лучше, чем альтернативная. Но у них там тоже есть стратегия, не нужно оставлять АСАД. Нет, а у них нет стратегии. В том-то и дело. Стратегия, не нужно оставлять АСАД, была, ну, года три назад, да. И тогда это можно было реализовать. Если бы у Обамы там, допустим, хватило воли и силы... Я не уверен, что это было бы хорошо, совсем не уверен, но тем не менее. Вот тогда, когда он говорил о Казахстане. Вот сейчас, когда, во-первых, Трамп и его люди говорят все время разное. То у них АСАД не проблема, то у них АСАД проблема, то у них АСАД доживает последние, там, дни, недели. Потом выясняется, что нет, он не доживает, но русские должны ему объяснить, что он доживает. Но самое главное, вот в чем, на самом деле, опасность всей внешнеполитической практики Трампа, которую мы до сих пор видели. А Трамп, в каком-то смысле, он должен быть понятен Владимиру Владимировичу Путину, потому что Путин мастер того, что называется игра на грани. Вот он умеет, значит, если надо рискнуть, так сказать, наехать, нажать. Но он эту грань, вот в силу опыта, в силу, в общем, понимания устройства мира, он эту грань понимает. Трамп тоже любит, значит, вот это все. Только ощущение такое, что он ее не понимает. Вот он не понимает, где грань. В этом плане я уже слышал несколько раз от американских собеседников сравнение его с Хрущевым. Потому что вот Хрущев тоже, ну, как мы, к счастью, грань не перешли в свое время, в 62-м году. Но было близко. А вот Трамп, значит, он полагает, что он, если захочет, может, допустим, убрать АСАД. При этом, вот если завтра Галиль Тилерсон это говорит. А как? Вот как, интересно. Вот практически они как себе это представляют. Не три года назад, а сейчас, когда АСАД, называя вещь своими вниманиями, находится под защитой российских вооруженных сил. Они что, готовы ради этого вступить в военное столкновение с Россией? Сомневаюсь. А что тогда вы говорите? Вот что вы имеете в виду, когда вы говорите об этом? Вот в этом проблема. Потому, что непонятно, это что? Это троллинг, как сейчас говорят? Это блеф? Или это реально то, о чем он думает? То же самое касается Северной Кореи? Северной Кореи. Вот, сняли с языка. Хотела спросить про Северную Корею, но вы практически же ответили. То есть, тоже нет никакого представления, как разрешать эту ситуацию, да? Да, послать канонерки, да, это все очень просто. Потом, значит, говорить, что мы его уберем, а теперь дойти до того, что я готов с ним встретиться. А потом уберем. А потом уберем. А потом уберем. Вот. Ну, вот. Слушайте, но вопрос Кореи опять же примыкает к вопросу о Китае, да? Потому, что нужно здесь и с Китаем договариваться, и с Россией с той же. А вот как? Заморозят, опять оставят, как есть. Пусть они там себе запускают, через раз успешно и неуспешно свои опробные запуски делают. Или что? Здесь не получится, по-моему, сейчас уже как-то. Нужно спасать лицо. Вот что здесь может быть? Потому, что Северная Корея, прямо скажем, нарывается. И что? Нет, ну, возгонка произошла очень существенно. Причем, действительно, усилиями американцев внималось семья. Потому, что Северная Корея, при всем понимании сущности этого режима, она, в общем, ничего нового не делает. Они как себя вели, так и ведут. Конечно, тут вопрос, что шаг за шагом, спотыкаясь и падая, но они свою программу и ракетную язву все-таки совершенствуют. И для, если всерьез говорить, то для американцев должна, есть в представлении, наверняка, генералов, некая линия. То есть, создание ракеты, которая реально может достигнуть территорию Соединенных Штатов, ее пока нет. Но она, наверное, рано или поздно появится. Вопрос времени, конечно. Ну, может быть, не близкого времени, но появится. Вот это уже тогда ставит вопрос совершенно другой плоскости. Но это такая вот общая установка. А конкретно, что делать вот сейчас, когда они говорят, что наша система противоракетная уже готова сбивать, вот что будет, если, допустим, они пытаются запустить, и она не падает сама, как в основном бывает, а ее сбивает американская система, которая стоит в Южной Корее. Неизвестно. Неизвестно. И вот эта вот неизвестность, которую Трамп, значит, не гляжа с отвагой, пытается сделать вид, что это все ерунда, и если что, мы все сделаем, я думаю, он сам понимает. Надеюсь, что он понимает. Слушай, там Южная Корея, как заложник, по большому счету. До них-то долетят. Все, что выпустят из Северной Кореи. А это же тоже... Там огромные будут. Даже не надо никого ядерного оружия. Абсолютно. Да, абсолютно. Там все рядышком. А потом Ким Чен Ын говорит, что он будет атаковать подводные ядерные оружия. Вот, слушайте, вот мне как-то это все страшно не нравится, и хотелось бы, чтобы они какую-то стратегию имели. Смотрите, спрашивают нас, господа, не выдержав, спрашивают нас, наши радиослушатели, так что же оказалось выполненным из того, что он обещал за эти сто дней? Что оказалось выполненным-то? Ну, вот эти рабочие места для шахтеров, о которых Владимир говорил вначале. Транско-океанское партнерство. Транско-океанское партнерство. Это сразу. Отказ от Парижского соглашения по климату. Строительство продолжается на прежние деньги. Еще на прежние деньги финансовые годы, еще утвержденные при Обаме, действуют до 1 октября. И деньги Министерства национальной безопасности там есть. И стену продолжают строить. Вот это тоже. Все-таки стену, да, это наше святое. Это святое, да. Спрашивают. Или еще что-то, Федор. Или что-то он еще задержал обещание. Что-нибудь сделал еще. Ну, вот он подал там по налоговым послаблениям. Подписал. Да, он же по налогам обещал. Это, кстати, тоже интересно. Он социально это не сокращает реально, а налоги снижает. То есть, вообще, при том, что дефицит и так гигантский, как из каких. И военные расходы, да. Вот. И вот еще военные. Забыли. Он же, по-моему, увеличивает, решил увеличить военный бюджет, так как это не было со времен Рейгана. Абсолютно, да. И что это значит? Потрафить военным? Или это вот любовь к сильным жестам? Я думаю, что... Америка должна быть сильным. Да, Америка должна быть сильным. В этом плане, я еще раз скажу, он очень последовательный. Он всю жизнь так считает. Он же военную чечку заканчивал. Он человек как бы не чуждый этой вот форматики. А это понравится народу населению, вот увеличение военного бюджета? Или уже как раз не понравится? Потому что это нагрузка на... И без того, и дефицитный бюджет. Да, вот здесь вопрос. Пока какое-то молчание. Или такая каталепсия определенная, да? Америка размышляет над этим. Когда это все пройдет через Конгресс, и когда, как бы, да, будут урезаны социальные расходы, неизбежно, да, и социальные программы, вот здесь, мне кажется, как раз момент истинный наступит. Я думаю, что американцы тут, как бы, церемониться не будут с этим. Опять же, мы не знаем, что в ближайшее время будет, там, стоишь в Северной Корее или Сирии. А вдруг какой-нибудь опять жест, томогавка, сила, и окажется, что и правильно, что увеличивает бюджет. Да, и тогда как бы скажут, да, что так даже нам... Мы же не знаем. Нет, ну, в целом, вот пример этих томогавков показывает, что это, может быть, неприятно и печально, но в целом такие жесты одобряются. Одобряются. И у нас они одобряются, и в Америке они одобряются. И когда, действительно, ты ставишь на то, что страна наша должна быть сильной, ну, как бы, население в основном... Слушайте, ну, рейтинги, действительно, у него низкие, самые низкие, там, за историей наблюдений, говорят, за эти сто дней. А почему так? Ведь, вроде, все-таки он нравится многим. Почему у него рейтинги так просели? Ниже, чем, там, было, когда его избирали. Нет, тоже ответа на этот вопрос, безусловно. Может, не тех спрашивают. Может, социологические службы мистят, как бы, по-прежнему, да, вот, Трампу за то, что он, вопреки их прогнозам, да, вот, он-то говорит, что это все фигня, что это все не фейтинг. Слушайте, а влияет на отношения, ну, или на эти рейтинги, если уж говорим про них, вот это продолжающееся расследование о русском следе в выборной кампании? Как вы думаете? Думаю, что не очень. Во-первых, об этом сейчас гораздо меньше говорится, чем раньше. Но, тем не менее, все продолжается. Все продолжается, да, все на очень серьезном уровне. Время от времени появляются публикации. Влияет ли это серьезно? Я не думаю. Больше влияют внутри, внутри политические какие-то вещи. Да, я согласен совершенно. Мне кажется, что эта тема, эта верхушечная тема, эта тема политической элиты. Вообще, сама вот мысль, сама такая, как это, спин о том, что Трамп является чуть ли не куклой Путина и Кремля. Ее запустила кампания Хиллари Клинтон с понятной целью. Это не сработало. Как мы видим, его выбрали, потому что избиратель, в общем, ну, это неинтересно. Он по другим темам голосовал. Но сейчас это важно, потому что это касается не людей широких, это касается Конгресса, то есть, вот, дееспособности Трампа в кругу принимаемых политических решений. Но я думаю, что все-таки, на самом деле, настолько деструктивно, вот это вот педалирование этой темы настолько деструктивно для американской системы, что они в какой-то момент поймут, что, ну, надо как-то спускать на тормозах. Потому что сейчас, действительно, Владимир Прав немножко это пошло на спад, а на пике было же ощущение, что вообще Путин, действительно, решает судьбу демократии в мире, но это смешно. А сдаст Трамп Украину, спрашивает нас, Дмитрий Лизинцев. Ну, здесь... Вообще, по-украинскому вопрос. Рассказывание того Тилерсона были на встрече с Семерки, а так Украина переживает. Там, правда, все это как бы не подтверждено, что это в кулуарах. Было сказано, что, а зачем, собственно, Америке Украина, какое мы имеем отношение к Украине и так далее. Вот. Ну, естественно, официально никогда Украину Соединенные Штаты не сдадут. А что касается помощи, так вы уже знаете, да, что она почти в 10 раз предложена, опять же, Трампом, ее почти в 10 раз сократить, Украина. Опять же, это требует одобрения соответствующих комитетов и Конгресса США, да. Поэтому, в принципе, да, и тот факт, что, ну, вы знаете, что было несколько раз назначалось визит Порошенко, он так и не состоялся. Вот. И какое-то определенное замораживание Трампа твердит как бы на каждом углу, как мантру, что он пока не изучил украинский вопрос, и он пока не готов к разговору об Украине. Есть впечатления кого-то? Я думаю, что вот вопрос Силерсна в кулуарах, он отражает мнение администрации. Действительно, они не очень понимают, зачем, как это, нафига Казя Баян. Разряд по боксу. Да, но это не означает, что, как вот спрашивают наши слушатели, сдаст. Сдаст это вообще не в понятийном аппарате Трампа. Для него, опять же, это вытекает из всех его высказываний, понятие престижа очень важное. То есть, уважать, вот, должны уважать, мы не должны, ну, сдавать тех, кто наш. Он Обама за это критиковал очень активно, там, за Уварака, в частности. И Украина, как таковая, и Порошенко лично, вряд ли сильную степень интереса вызывает у Трампа и его команды. Но, раз уж Америка там, ну, а что же мы, что же мы будем? Но стратегии явно тоже нет. Нет, стратегии нет, ни по одному вопросу, поэтому... И, наконец, хотел вас спросить, а что Обама делает сейчас? Известно о нем что-то? Где-то высказывался? Обама впервые появился на публике после ухода из Белого дома. Выступал в университете, в родном Чикаго. Ни разу не употребил слово Трамп. Ничего не сказал про политику. Говорил о каких-то отличенных вещах, о своей любви к искусству, литературе. Я думала, что-то пропустило, но, оказывается, нет, да? Ничего не... Нет, нет. Нет, ну, как говорят, что называется, инсайдеры, я пару раз уже слышал, что Обама, да, он не собирается публично ввязываться в полемику и так далее, но он намерен трансформировать демократическую партию, чтобы к следующим выборам она подошла, обновленная, с новыми кандидатами и так далее. Насколько это ему удастся, вопрос отдельный, я не знаю. Но, конечно, в таком возрасте и, в общем, в ситуации, когда его соперник, который выиграл как бы на том, что он плохой, теперь проваливается в старт Рары, я думаю, что Обаме, конечно, очень хочется в каком-то виде взять реванш. Ну, во всяком случае, есть ощущение, что из политики он вряд ли уйдет, и своей родной демократической партии будет какие-то усилия прилагать. Сейчас, вот оглядываясь, через сто дней президентства Трампа, как вы считаете, все-таки Обама это сильный был президент, интересный для Америки или нет? Ну, я тоже ни разу же здесь говорил и везде. Я считаю, что Обама был очень сильным президентом, что мы упустили многие возможности. И, безусловно, он совершал многие ошибки. И все. И мне кажется, что мы вообще как бы сейчас по многим вопросам должны пожалеть, что нет Обама. Потому что, мне кажется, он был договороспособен. Может быть, и Трамп будет договороспособен. Но это пока как бы модальность. С этим так. Все, да. Обама, на мой взгляд, не понимал... Он человек очень умный и очень интересный. Он не понимал одной ключевой вещи, которая необходима для международной политики, международных отношений. Понятие, что такое сила. Вот как с ней обращаться. Он считал, что сила это не главное. Как это? Ум есть, силы не надо. И в этом он ошибся. Спасибо. Мы завершаем наш разговор, посвященный 100 дням президента Трампа. Говорили, разумеется, об Америке. Возможно, уже сегодня вечером узнаем, о чем поговорили, о чем договорились. Президент Путин и президент Трамп. А я напоминаю, что здесь в студии со мной были Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике Российской Федерации. И Владимир Сухой, журналист и американист. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.